Эпизод 63. Покурим. 1 января. Яхта Розалинда. Сан-Тропе. Вот ещё один шанс рассказать ей всё как есть, подумал я. Однако, ничего не сказав, промолчал. И мне тут же стало стыдно. Стыдно за своё малодушие. Я опустил глаза, чтобы она не видела в них страха, который я никак не мог побороть. Меня вовсю грызли сомнения. Что, если я откроюсь, а она не поймёт и поднимет меня на смех? Хуже того, осудит. Хотя, ведь это не я представился ей месье Муро, а она сама назвала меня так. Значит, в том, что произошло, нет моей вины. Но почему же тогда я чувствую себя таким виноватым? Это, наверное, от того, что на самом деле у меня не хватает смелости признаться ей в том, что произошло два года назад. Я поднял голову и встретился с ней взглядом. А что, если она уже обо всём догадалась? Она, не отрываясь, смотрела на меня, и я решил, что если она сейчас снова заговорит о лицемерии, то я во всём признаюсь, и тогда будь что будет. Но она молчала. Я чувствовала, как во мне с каждой секундой нарастало напряжение, и я, не выдержав взгляда, уставился на её губы. У вас очень красивые губы, приблизив своё лицо ко мне, прошептала она. Да? Не зная, что сказать, выдохнул я. Да, кивнула она и, подняв руку, дотронулась до моих волос. Я застыл. А у вас тоже губы красивые. И не только, наконец отозвался я. Она улыбнулась и слегка провела пальцами по моим губам. Но тут у меня что-то ёкнуло в груди, меня охватила паника, и я, схватив руки кофейник, спросил. Не хотите ещё кофе? Кофе? Да, кивнул я, чувствуя, что выгляжу перед ней полным идиотом. Она откинулась на подушке и звонко расхохоталась. Затем, отдышавшись, произнесла. А может быть, всё-таки чего-нибудь покрепче? Можно и покрепче, ответил я и, вскочив, подошёл к барному шкафчику. Он был в основном заполнен алкогольными напитками, типа виски, джин и водки. В виске я ничего не понимал, а джин и водка казались мне слишком убойными. Может, предложить ей компари или шерри, подумал я. Вы говорили, что любите курить сигары, прервав мои алкогольные изыскания, произнесла она. Сигары? Похолодев, переспросил я. Ну да, вы ещё сказали, что сигарный кейс на яхте забыли. А, ну да, конечно, конечно, пробормотал я. Может, выкурим по одной? Предложила она. Меня тут же прошиб холодный пот. Мало того, что я выбил себя за месье Моро, так теперь ещё придётся разыгрывать перед ней сигарного офисе Анада. К такому повороту событий я совершенно был не готов. А я думал, вы только сигареты курите. Нет, не только, ответила она. Я пару лет работала в редакции одного сигарного издания. Ну вот и пристрастилась. Проин仔 цепи. Продолжение следует. Продолжение следует...